Тувинский язык, тувинский или тувинской, является тюркским языком, на котором говорят в республике Тыва в Южной и Центральной Сибири, в Китайской Народной Республике, в Монголии есть небольшие группы диаспоры тувинцев, говорящих на разных диалектах тувинского языка, тысячелетиями тувинским народом правили Китай, Россия и Монголия. Последнее время их независимость была с 1921 по 1944 год, когда они считались Тувинской Народной Республикой. Многие источники говорят, что между правительством Советского Союза, Российской Федерацией и лидерами тувинского народа существует крайняя напряженность с 1944 года, когда Тыва потеряла свою независимость в пользу Советского Союза. В 1990 году вспыхнули столкновения между тувинцами и правительством России. Согласно исследованию, проведенному социологами Луком Хагендорном, Эдвином Попеянко-Менеску в 2008 году, тувинский народ хотел быть как можно более независимым от Российской Федерации после распада Советского Союза. Они особенно подчеркнули свою потребность в независимости с точки зрения их языка и культуры. Исследование показывает, что причина этого частично была основана на предубеждениях. Многие этнические и языковые меньшинства в России конкурируют за экономические ресурсы и строго придерживаются своей индивидуальной идентичности, подчеркивая важность языка и культуры. Тувинский также пишется как тувань, лингвистически классифицируется как северо-восточный или сибирский тюркский язык, тесно связанный с несколькими другими сибирскими тюркскими языками, включая хакасский и алтайский. Его ближайший родственник – умирающий Тафа. Тувинский язык, как говорят в Туве, в основном делится на четыре диалектные группы – западный, центральный, северо-восточный, юго-восточный. Центральная – составляет основу литературного языка и включает поддиалект Авербихем. Географическое положение этого диалекта означало, что он был похож на язык большинства тувинцев, независимо от того, на нем он или нет. Западный – на нем говорят в верховьях Хемчика. На него влияет алтайский язык. Северо-восточный, также известный как туджинский диалект, используется в верховьях Великого Енисея. Носители этого диалекта используют нозализацию. Он содержит большой словарный запас, связанный с охотой и оленеводством, которого нет в других диалектах. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик.